Здравствуй, игрок! В этой рекламной интеграции мы не будем тратить время надоедая рассказами о десятках самописных систем, мощнейшей оптимизации или отсутствии ненужного доната на нашем сервере. Также не обратим внимания на то, что каждая профессия является играбельной, а экономика тщательно сбалансирована. Ведь ты легко убедишься в этом, зайдя на Inflex.rp. Ссылки IP-адрес можно найти в описании под этим роликом. А теперь приятного просмотра! Чао! Сегодня мы снова играем в Garry's Mod на режиме DarkRP на сервере Mухасранск. Этот выпуск админ будней получился достаточно смешной, потому что в этом ролике вы можете встретить школьника, который пытался мне отомстить, быдло дединсайдиков, которые были обоссаны за несколько секунд, а также водилу, который водит как черт. На канал приходит достаточно много новых зрителей, которые не совсем в курсе про суть этого контента. Повторяю еще раз для закрепления. Суть будней админа и прочих таких же роликов с подобными названиями и превьюшками заключается только в том, что я сам хожу по серверам, ищу каких-либо челов, которые должны по-любому нарушить и почему-то по стечению обстоятельств они реально нарушают. Бывают это маленькие нарушения, бывают большие. Зачастую незначительные правила, которые игрок нарушает несколько раз, перерастают в рецидив. А рецидив в свою очередь означает что? Значит то, что он получит намного больше срок бана. Для него это плохо, для меня это хорошо. После этого объяснения, думаю, большая часть новых зрителей теперь все-таки в курсе, в чем же смысл будней админа и подобных роликов. А теперь можем начинать играть. Итак, я сейчас пойду искать челиков. Для начала мне нужно что? Открыть правила, конечно же. А потом уже все-таки искать. Встречайте, первый долбоеб-суетолог в этом выпуске. На самом деле он не сделал ничего такого, за что его можно было бы наказать. Если вы так не водите, то нахуй вы вообще живете. Либо так, либо никак. Ладно, шутки в сторону, они у меня все равно никогда не залетают. Он нарушил правила Bad Driver, которая в первую очередь трактуется таким образом, что запрещает вам давить намеренно кого-то несколько раз, брать машину по несколько раз и устраивать на ней вакханалию по серваку. А только уже потом пишется про то, что запрещено также неадекватное вождение, что в принципе здесь и показано. Смотрите далее. И что это? Здорово, дайте. Ты чё? Делаешь? Кидай пять канапов. Алло, шиз, блядь. Это здравление. Кидай пять канапов. Чел тупо на фуре смял другого гражданского без особых на то причин. Ну, просто потому что весело. Мы ещё к этому нарушителю вернёмся, а пока смотрите за его наказанием. Кеша. Хиба. Ты чё, долбанёв? Ты его грабил. Ты чё, я его удалил? Ты его удалил, блядь. А нахуй ты это сделал? Я его... Ты его удалил, блядь. Ты его удалил, блядь. Ты его... Ты его... Я тэпну его сейчас нахуй в админзону и буду у него сейчас спрашивать, какого хуя он делает. Кеша, правильно? Кеша. Гоша, Кеша, жопа, льва. Блядь, пиздец. Ой, сука. Сейчас я его тэпну. Здорово, ошибка, аборта. Что, у тебя войс был? Чё ты по войсу не разговариваешь? Ты как ездишь на дальнобойщике? Просто ездишь, да? Я спрашиваю, ты как на машине ездишь? У тебя 3.23 и фрекил. Внятнее говорить чуть-чуть. Ты там как раз, когда чела сбил, ты говорил громче намного. Возражения есть какие-нибудь? Ты молчишь всю разборку. И это, друзья мои, нихуя не прикол. Вот эта ошибка аборта, как только я его тэпал сразу в админзону, он тут же затыкался. И это не единичный случай. Нету? Отлично. Так, первый готов. Подвезите ПЖ! Блин, ни оружия нет, ни хера. Ебать, приехали, ты посмотри, пиздец. Если честно, обожаю такие моменты. Объясню конкретно, какие. Когда за мной начинает кто-то бегать. Я с ним не контактирую. Он мне никак, в принципе, особо не мешает, как это было в прошлом выпуске. Он просто бегает за мной, и со временем он все-таки сам какое-то правило да нарушит. В данном случае полицейский, который у вас на экране, да, он за мной побегал, но не будет никакого засиралого этого человека. Он просто пробежался за мной, господи. Мне же за это его не поливать говном и срать, на чем свет стоит. Не наказывать, не пермачом банить. Не. Я ему выдал самое-самое маленькое, слабое, минимальное наказание за правила нон-РП. Ну, потому что, смотрите дальше сами. Ну, то есть, теперь за мной будет бегать весь игровой сеанс, правильно? Я нормально ролик чувствую с ним. Приехали. Что? Это ваше имущество? Имущество ваше? Что? Что? Андроид, как дела? Вова, здоровайся, ты смотришь этот ролик. У меня все нормально. Я тебя наказал за нон-РП. Я нигде не озвучивал свое имя, и поэтому, в принципе, странно назвать меня по имени. Это очень слабое и незначительное наказание, поэтому я дал самый минимальный по правилам срок. Машина. Да, машина. Ой, здравствуй, у тебя что-то происходит? Уйдите, пожалуйста, на нивесайте. Хорошо. Вот. 3-1-15 минут. У вас машина не в том месте пропаркована. Минималку дам, потому что он ничего такого особо и не сделал. Но он же не знает, как меня зовут, правильно? Я нигде свое имя не называл. Рано или поздно каждый нарушитель почему-то, ну, вот даже тот, кто просто бегает, они все равно что-то делают такое, что нарушает правила сервака. У меня срочно нужно к мэру. Может, гражданский обычный мир? Да, пожалуйста. Я вас прошу. Мэр, открой! Откройте, пожалуйста, мне надо к мэру. Очень. Выгони нахуй эту истеричку отсюда, слышишь? Э, мужик, выгони нахуй истеричку эту отсюда. Я так хочу быть... Опа. Не надо. Здравия желаю. Здравия желаю. Товарищи. Мне надо пройти к мэру, показать видеорегистратор там. Еще раз он туда залезет. Через чела попытается пройти. Я не понимаю его. Капитан полиции, короче, врезается. Туда, обратно. Я в комитет. Что? Ты на проходе стоишь. Кому-то понадобится зайти, ты мешаешь. Кому я мешаю? Мне никто не сказал еще, чтобы я отошел. Так что... Все нормально. Идем, идем пока что. Так что там, мэр? Это аж не нормально. Тебе же сказали, тебя он не слышит сейчас. Ты тут не один стоишь, я тут вон на лицензии стою в очереди. А вы че, этот... Эээ, кто вы? Вы полицейский, что ли? Не можно нельзя упорывать с него по разу. Вы мент? А вы мент? И кто может дать долг? Эээ, это мент. Это тётя полицейский, тётя полицейский. Маши под долг? А тётя полицейский, это... Малая, и точно тётя полицейский, я не знаю кто-то. мент это ты и гражданский мусор что-то говоришь все хорошо хорошо ты заговорился 3 1 3 1 алло прием 3 1 3 1 3 1 прием прием 3 1 вот как такое животное на работу взяли я в ахуя какое живот какое какое же вот собаку я тебе кстати говорил я тебе говорил пиздец по правилам сервака этот сервер medium rp здесь играет какая-то ебаная обезьяна на следственном комитете и вытворяет непонятно что тут по головам лазит орет мусором кого-то ментом называют но это в принципе не ролевое поведение так что это нон рп и у тебя 3 1 15 минут они 20 выди пожалуйста все сагами от кто-нибудь вас кича прием прием ты прием кто-то захочет сказать то что я доебываюсь хорошо читаем эту строчку уровень правил данного сервера базируется на medium rp значит такое поведение на medium rp немного не попадает в рамки рп я так думаю тем более у следственного комитета профессия которого ну и в принципе любая госпрофа требует более менее адекватного поведения вот так вот вот так вот да так что кто захочет сказать что я доебался вы доебываетесь получается тоже в свою очередь у меня рубрика сука надоебах под построена вы этого до сих пор не поняли каждый видос где вот вот так вот люди отлетают это это мои доебы доебы до мелочей которые ну фактически нарушениями являются опа пузырь а можно по дтп дтп сука уходи 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 всем похуй всем похуй всем похуй всем похуй ребят хотите прикол идут два дэд инсайдика один в тельте второй тоже будет обоссан аху иди отсюда завали его а если не завалю чё ты сделаешь хуй вы не за рта блять пиздоголовый выбледок а ой уходи с позором нахуй так ну вот тут начинается самое интересное мы здесь решили с ребятами переждать камчат который длится уже три минуты если мы выйдем то мы естественно сядем в тюрьму сформировалась такая ну прикольная атмосферка там чел играет на гитаре какой-то чел еще подъехал быстренько машину сдать с нами переждать камчат потому что дома ни у кого из нас нету вот и подходит главный герой этого выпуска тот самый дальнобойщик который получил пизды в самом начале смотрите что он выдает бля кто знает скрипача есть люди которые знают скрипача да можно найти вас и блять и вместе его блять скрипку в очко я не знаю мне он нравится а что он тебе сделать а что за интересная логика то есть он думает что он вот он за спиной пиздит только с ним начиная диалог или же тп его в админ зону он тут же засовывает в жопу свой язык как это работает почему неужели нельзя было адекватно подать туда жалобу раз я просто так кого-то наказываю хотя в каждом бане прописываю причину я не знаю в проблема зайти в правило сервака и уточнить конкретно за какое правило и кого наказал ну да ладно чё тут сидит так серьезно насчет него рассуждать потому что по факту это просто обычная маленькая быдло свинья и все не более а чуть не нравится я не могу понять слышу что ты возмущаешься то есть я когда тебя тэпнул тогда ты ебальник свой закрыл сразу и молча принял свое нарушение чем проблема а что ты опять рот свой заткнул слышишь пехов глотку залез что ты говорить не можешь скрипку он в жопу хочет запихать блять а ебану то есть что ты закрылся ты типа найти меня хотела ты в курсе то что после того как тебя наказывают у тебя новая жизнь начинается мне в принципе знать не можешь это же не нон-рп отсидка в тюрьме точнее не рп отсидка в тюрьме это нон-рп наказание у тебя новая жизнь начинается после этого разбана что ты хочешь мне отомстить ебану ты алло зашел алло чё ты молчишь что-то молчишь когда с тобой разговаривают попуск блять пиздец попущенный блять иди нахуй отсюда эти говорю иди отсюда сука мы тебя заебем давай давай потолкай мы тебя нахуй запихаем ёбнутый выхватывая в ебло позорник иди нахуй отсюда я тебе говорю давай блять чё ты оружием угрожаешь ты полудурок нахуй его отсюда с вокзала блять мы здесь сидим иди отсюда ебать митинг против дебила эй ебану ты иди отсюда я тебе говорю нахуй съебался с вокзала сука съебался нахуй с вокзала алло подонок блять съебался с вокзала иди отсюда я тебе говорю ебать нас тут жаль плакатами бить нельзя ябке голову нахуй размозжил тварь блять за ним нахуй за ним в погоню блять ого 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 мужики не прекращаем не прекращаем ох блять о ой 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 вебал кеша кеша тебя пизда ну чё ты делаешь объясняю еще раз чё ты делаешь тебя спрашиваю чё ты молчишь что еще не помнишь это сделал ты в людном месте начал стрелять соло по людям которые просто за тобой бежали но вы же не только бежали за ним но еще и оскорбляли его причем очень и очень сильно скажет какой-нибудь зоозащитник в комментариях ну да оскорблял а что есть еще другие варианты как разговаривать с долбоёбом который за спиной тебя пытается что-то пиздеть какую-то чушь несет а как только ты с ним заговоришь он тут же замолкает но этот странно как минимум это даже не уровень проверки администрации когда администраторы палятся на каких-то нарушениях у меня на серваке и я их тут же быстренько прижимая включением войс это совсем другой уровень не в курсе не только что это было но и ты достал оружие в людном месте там где окна куда выходят смотрят игры ебанутый мало того что ты ебальник закрыл как только ты меня опять услышал второй раз уже и ты мне типа отомстить хотел блять я щас админа подожди еще позу админ у меня этот вопросик есть привет смотри я чела наказал пойдем я чела наказал за бед драйвера он на фуре залетел на постамент ленина там где еще в этот вход в метро спуск задней части спрыгнул оттуда на фуре вебал человека и типа хотел уехать это бед драйвер потому что она ему в принципе туда не нужно ехать у него заказы туда-сюда возить товары это ладно я вот это ну я у него спрашиваю в чем дело зачем так сделал мне нормального ответа не дает признал нарушение сам сказал это подтвердил словесно я его посадил за бед драйвера он вышел из джайла получается смотри у меня вопрос такой вот на наказание рпшное посадить в тюрьму нлр не распространяется то есть ты вышел из тюрьмы то можно идти мента который тебя посадил ему отомстить правильно вот а наказание которое дает администратор она же после того как наказание проходит у тебя жизнь же новая начинается или не ты опять появляешься на на этом на на спавне же начинается оттуда у тебя игра после того как ты вышел джайла да соответственно жизнь также при смене вот я стоял с плакатом молча наблюдал за всем что происходит он подбегает ребятам начинает расспрашивать грит давайте блять скрипача сейчас сука найдем и засунем типа скрипку эту в жопу блять за то что он там людей сука наказывает а он как раз был один из наказанных если бы его я его не наказал он бы забил бы хер на этих ребят всех кого наказал а тут он видимо запомнил что мутат когда-то тогда еще дали назад наказание так в итоге я с ним начинаю вести диалог он стоит в тупую игнорит и мы его берем с ребятами с вокзала просто прогоняем мы его не бьем ничего даже когда мы из грин зоны вышли где урон не наносится как я понимаю мы его не трогали просто бегали за ним с плакатом прогоняли кричали типа уходи отсюда вот это ему видимо настолько не понравилось что он и на вокзале пистолет успел достать и выход с вокзала налево в сторону жилого дома он туда побежал перед домом он прям на дороге достал дробовик начал стрелять по людям полиция его тоже не смутила которая была позади него он попал еще по кому-то он стрелять в кого-то реально начал и я вы сейчас теплую я опять с ним веду диалог он а бы как отвечает похоже это какая-то хуйня ты можешь прямо сейчас спокойно выйдет наказание за криминал обуз за то что он проявлял криминальную деятельность при свидетелях вот криминал обуз я раздумал между нрп и криминал обузом и хотел уточнить насчет нлр а то есть конкретно какие он действия проявлял к тебе после того как он вышел из джайла но он начал расспрашивать кто я такой давайте типа меня найдем накажем что-то типа отомстим но по факту реально он отомстить хотел за то что его за 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 джайлими отомстить челу администратору который сейчас играет в рп за то что тот его наказал в нон-рп за джайлил что это за хуйня он ебануто он ездит как не знаю кто а вот эти слова силу в нон-рп-зоне это типа отомстить прямо вот выход из этого из вокзала на получается там еще была зеленая зона да там была зеленая зона она метаги значит тут нет а конкретно вот после этих слов он что-то там допустим выстрелил по тебе там подобное действие он делал по отношению к тебе он делал это по отношению к другим людям я сейчас расскажу еще раз как ситуация после этого развивалась он начал набирать людей говорить там какой охуевый типа мне надо отомстить мол я совсем охуел я стою же молчу он еще не знаю что я рядом я начинаю с ним разговаривать он тут же в тильт уходит в игнор меня не слышит типа стоит смотрит я в итоге решаю его прогнать с плакатом я с плакатом стою кликаю пока млкм типа уходи уходи позор 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 вот и получается подключается ко всему этому движу весь остальной вокзал там человек пять-десять было точно кто-то с плакатами кто-то его просто толкает выталкивает хотя как раз таки он первый начал выдал то есть мы его выталкиваем выгоняем с вокзала грим уходи отсюда бежим за ним кричим типа вали отсюда с вокзала вообще сюда типа не возвращайся он же отбегая от нас достает пистолет на улице он достает еще дробовик или что у него было не помню и начинает по нам хуярить за то что мы просто за ним бежим мы его не дамажили ничего то есть чел буквально ну на панике начал хуярить всех кого видит кто за ним бежит словил мощнейший приход то есть перед открытием стрельбы он не прыгать не попросил вас как-то прекратить его преследовать это воздух стреляет чтобы распугать толпу будучи соло возле жилого дома на дорогу на которой ты бежал выходили куча окон но это так если рассуждать по медиум рп серваку сзади тебя ты спиной бежал был полицейский тебе на него тоже было похуй четыре целых тринадцать сотых criminal abuse nr я в принципе так и думал на самом деле я единственно счет чего сомневался нлр раз уже другой администратор подтвердил токи у тебя получается бан на час ебаный кеша сука это ж надо умудриться нарушить твои последние слова да уже откинется он пойдет опять блять искать сообщников чтобы мне музыкальные инструменты в потайной карман засунуть сука он же ненормальный пошел все спасибо за помощь да спасибо спасибо